Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы проводим записи бесед из книг, которые называются «Жития святых во свете Библии», чтобы на все это смотреть открытым оком. Вопрос 1867. Это те вопросы, которые мне задавали в разных учреждениях, университетах, школах, воинских частях, по радио, где я много вел занятий. Есть ли такие «Жития», считая которые, можно было бы подумать, что это про наших людей православных написано? Потому что «Жития»-то все-таки о православных. Ответ. Не полностью, а частично. Есть признаки наших суеверий, обряда вери, беспечности, поиск чудес, снов и их толкования. Что поглубже, то тут у нас пожиже. Нет подвига. Может, многое тут добавлено писателями «Жития», но все же вера была перед гонителями и еретиками засвидетельствована кровью и до смерти. Евреям 11.33, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов. Ничего мы этого не видим сегодня. А далее «Жития святых». Константин Синацкий, 26 декабря. Цитата. Будучи еще малолетним, он, однажды сопровождая свою мать, увидел христианина, зевнувшего и сотворившего крестное знамение на устах своих. По подражанию он стал делать подобное. Между тем, такое наружное уподобление расположило его со вниманием относиться и ко внутреннему содержанию христианской веры. Вопрос 1868. Михаил Васильевич Ломоносов говорит, что в мире есть две книги, и обе они прославляют Творца. Одна Библия открывает закон Божий. И чего Бог хочет от нас? Другая природа. И в ней мы видим премудрость Божию. Вопрос в том, что святые отцы что-нибудь такое же говорят? Ответ. Ответ – это мой ответ. А далее выдержки священного писания и житий. И Библия, и мужи веры всегда обращались к природе, и природа была им покорна. И они от нее не отворачивались. Хотя и такие встречались. Псалом 18.2. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Василий Великий, 1 января. Цитата. Объясняет ли он историю миротворения? Он поставляет себе целью, во-первых, показать, что мир есть училище боговедения. Беседа первая, на шеста днев. И через то возбудить в своих слушательных благоговениях премудрости и благости Творца, раскрывающимся в Его творениях малых и великих, прекрасных, разнообразных, бесчисленных. Во-вторых, он хочет показать, как природа всегда учит человека доброму, нравственному житию. Образ жизни, свойства, привычки четвероногих животных, птиц, рыб, присмыкающихся. Все, даже былие, травинка, однодневное, подает ему случай к излечению назидательных уроков для господина земли человека. Объясняет ли он книгу псалмов, которая, по его выражению, совмещает в себе все, что есть полезного в других, и пророчество, и историю, и назидание. Он преимущественно прилагает излечение псалмопевца к жизни, к деятельности христианина. Вот о природе сказать, я немного отвлекусь, показать на практике хочу, пожалуйста, посмотри сюда. Вот, это у меня вот коробка, в которой, ну, я голубей держу много лет, и поэтому бывают голуби заболевшие, там, замерзшие сильно, я их здесь держу. И вот у меня сейчас находятся здесь два голубя. Вот я их покажу. Вот они. Посмотрите, какие. Вот это вот голубка, ее видно, я им штанишки эти на ногах, перья-то обрезал. Вот она, она оказалась не больная, а у нее там изменение костное на крыльях, она летать не может почти, чуть-чуть летает. Вот я ее взял, ну, проще всего там ликвидировал, да и все. Ну, сильно хорошая, я просто люблю голубей. И она у меня просидела всю зиму здесь. Сначала она не могла на гнездо подняться, я замечал и не думал, что она, подкормлю ее. А это ее муж. Очень редкий такой, видите, двойной у него козырек, это двухчубы называется. Она одночуба, и вот видишь, какой шиненчик у ней. А сама пущеглазенькая такая. Ну, чем шинее, тем считается порода дороже. И вот он сейчас приучил так, я каждый день, она слетает отсюда на пол, этого не хватает силы-то, и пешком идет к двери, открывай дверь, я открываю. Выхожу, сажусь, ну и кричу, горе, 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 семечки даю, как закрутили головами. И он сразу к ней, а другие голуби-то не знают, что она пенсионерка-то, ну, птица. Они начинают вокруг нее топтаться, ухаживать за ней. Кажется, клинья бьют к ней, а он их отгоняет, досердится, долбит. Вот она наелась и защапала домой, на крылечке там две ступеньки, кое-как поднимется, а он уже ждет. А дверь открыта, и он заходит сюда, залетает, и я ее сюда сажаю. Но вдруг я заметил новое. Он ее целует, клювом всю ее обхаживает, голубь, а потом ее заставляет повернуться боком, а она все время нахохлилась и не видит глаза, где-то там мерзнет. Вот перышки все поднимутся, а она мерзнет. Ну, старуха. А он-то молодой, здоровый, грудь широкая, кровь играет в нем. Он под нее голову засунет, и его не видать. Я потихоньку руку просуну, постепенно глажу, а он даже не понимает, что это не она его глажет, а я глажу-то. И бурчит, что-то ей там наговаривают. И она перышки стала опускать, греться. Я только вчера понял, три дня за детьми наблюдал, а держу-то 60 лет почти, что случилось. А он ее из-под низу теплом греет. Я на совершенно жила за два дня, другая стала видеть-то. И он дышит, и тепло-то из-под низу на нее поднимается. Вот, пожалуйста, творение Божие. Вот еще раз свидетельствую. Всю жизнь держу птиц, я орнитологию люблю. По тени, по отпечатку ног. Где бы не видел птицу, любую мог. Ну-ну-ну-ну, тут две кошки, это не пойдет. Вот они где у меня. Не бойтесь, не бойтесь. Вот как испугался он. А ты что пришел-то? О, какой молодец пришел. Тут надо закрывать, вот этот закрыт, затянут. И сверху еще жесткими дисками. Жесткими дисками. Вообще. Вот, природа, и она учит нас. Учит быть добрее, внимательнее. А не так, что состарилась жена ее, вытолкнул. Как у одних спрашивают, они прожили вместе 60 лет. Как вы могли так сохранить это вот? Они ответили, мы жили еще в то время, когда старые вещи не выбрасывали, а чинили. О, мать лет. Он ее чинит. Павел Камильский, 10 января. К отшельнической келье преподобного пустынника во множестве слетались лесные птицы. Сюда же приходили дикие кровожадные звери, которые становились кроткими по молитвам святого. И исполняли все, что приказал им блаженный отец. Афанасий. Афанасий Афонский, 5 июля. Вот она крутнула у меня куда-то. Так. Ну вот. Афанасий Афонский. Он и не знает, что она его скинула. С того времени, Афанасий получил дар умиления и плакал, когда желал. Когда по своему обыкновению он трудился с другими работниками на морской пристани, случайно упало ему на ноги огромное дерево и переломило суставы и голени. Так что святой лежал на одре болезни в течение трех лет. Впрочем, он и во время болезни не желал оставаться в бездействии. Но писал книги, в сорок дней оканчивая патрилик. И лежа он вооружался против невидимого супостата и, одерживая победу, отражал его козни. Тогда враг, не имея успеха в лавре, отправился и возбудил старых простецов, иноков, проживающих по прочим святогорским монастырям и проводивших жизнь отшельническую. Он внушал им следующие неодобрительные мысли о действиях преподобного. Зачем Афанасий причиняет насилие святой горе и разоряет древние законы? Он воздвигло многоценное здание, устроил новые пристани, выкопал новые водоемы, накупил валов, засеял поля, развел виноградники, слом сделал гору-гору мирским поселком. Это монахи-то. Их они не осуждают, а вот маленько они-маленько что-то недопонимали. Да он же этих тунеядцев кормил. Такие люди-то редко встречаются. Представьте, что он один сделал-то. И даже когда лежал на одре болезни, я хотел чуть остановиться, вот на одре болезни переломило ноги, переломило позвоночник. Ну что бы делал-то человек? Ну самое большое в коляску его и к церкви, и там бы кружку рядом поставили, собирал бы. Вот у меня знакомый есть, в Краснодаре живет. Вот зайдите на наш форум, зарядитесь, Сергей Козлов. Полностью парализованный иконописец, уже 12 лет лежит. От большего помощника у меня сейчас трудно найти где. И при том не уговаривать не приходилось. Он духовно проникает. Он лежа в постели, работает над собой. Он тайно что-то делается, и он в самую сердцевину этого проникает. Вот человек появляется, он сразу о нем говорит. Вот на него сейчас сильные нападки за то, что он со мной дружит. А он лежа делает за трех мужиков один. Вот об этом, вот я читаю и вижу, а что его общее есть? Вот это общее, встречаются такие герои веры. Вот найдите, где он иконы пишет, какие иконы он. Там, где по иконам, он первый стоит в интернете. Полностью парализованный, как-то там движет локтем и работает, и проще. Надо посмотреть. Какие советы дает. Вот у меня что не заладится. Он сразу берет через там юр управления и все сделает. На меня нападали тут роботы. И никто не мог сделать. Даже наши программисты. И говорят, это невозможно. Такие умные люди, они умеют. И 50 этих, я даже не знаю, кто они, люди или демоны. И их надо убирать. Я трачу столько времени, а трижды пять, это полторы тысячи за месяц. Это сколько же я времени тратил-то на них? Год за годом. А он взялся за это дело и убрал. Сейчас один, два в день проникнут. Ну, видать, сам человек их протолкнет. Вот чудо божье какое. Нам нужно на поездку, мы отправлялись где-то. Ну, все знают, надо, надо. Он также составил такое, выставил в интернете. Помаленьку, тысячу, две, три, четыре, пять. Люди дают, но помаленьку это уже что-то набирается. И все, это он. Сергей Козлов. И вот он такой активный. Его клепают, бьют. Он полностью парализованный. Случилось несчастье. Переломанный позвоночник в дребезге. Совершенно. Какие муки терпит человек. И нисхождение никакого не делает, ничего нет. Когда разговаривают с ним, не трепещут. Что их может постигнуть худшее. И мы будем лежать трупами. Мешая всем. Воняя пролежними. Посоветовавшись между собой, эти старцы отправились в Константинополь. К императору Иоанну. Преемнику умершего Никифора. Наговаривая на Афанасия. Они упрашивали императора прогнать его с Афонской горы. Ну, видимо, делал, когда еще дерево на него не упало. Да и упало дерево, это промыслительно. И вот они теперь пошли прогнать. Почему? Гора, гора. Туда даже козу нельзя. Только козла можно. Только женского пола. Иначе что-то будет с этой козой. Как епископ после где-то появляется, канон говорит, на даче, то женщин, чтобы прятали. Вот считаешь и думаешь, ой-ой-ой. Как будто производитель жеребец из конюшни вырвался, и всех малых кобылок прятать надо. На любую заскочит. Да как ему не быть голубым лобби, когда весь епископат, все монашество захватили. Взлезут в должности, а сил-то никаких нету. Я просто попутно говорю. Ор, это имя такое, 7 августа. Свою подвижническую жизнь преподобный Ор начал в дальней пустыне, где прожил много лет в совершенном одиночестве, соблюдая строжайший пост. Затем, по повелению Божию, он переселился отсюда и устроил близ одного города монастырь, чтобы братья не имели нужды ходить далеко за дровами. Он своими руками насадил около него рощу. До его прихода здесь не было ни одного дерева. Так заботился преподобный не только о душевном спасении братья, но и о необходимом для телесной жизни. Старались, чтобы иноки ни в чем не имели недостатка. Когда же сам он жил в дальней пустыне, то питался там лишь зеленью и кореньями, казавшимися ему очень вкусной пищей. Воду он пил лишь в том случае, когда находил ее. Так однажды некоторый странствующий инок, страдавший пороком лжи, идя к преподобному, спрятал свои одежды. И, видя с ним у полумагим, он просил у него одежды. Преподобный вор точно же перед всеми обличил его во лжи, вынеся спрятанную одежду. Евреям 13.7 Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Какие примеры нам дают жития? Я беру здесь все, на чем можно остановиться, задуматься, что-то отвергая, что-то принимая. Вопрос 1869. Можно ли как-то знать причины, по которым люди убегали от других людей? Ответ. Самое пустяшное, иногда просто по подозрению. И главное, это лживое учение о девстве, как единственном условии угодности Христу, чтобы ему у невеститься. Эта ложь держится уже более полутора тысячелетий. И Христианство, 8.3 не спеши уходить от лица его, начальника, и не упорствуй в худом деле, потому что он, что захочет, все может сделать. 1 Тимофею 5.8 Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры, хуже неверного. Поясняю. Даже еще невозрожденные братья Христа понимали, что если Господь будет скрывать свои слова, свои деяния, то как он распространит свое учение? Это братья Христа. Ну, как сказать, не двоюродные, а от Иосифа. А монахи две тысячи лет и здесь шли в обратном направлении, не являя миру Христа, которого, как они думают, любили более всего и уневестили сами себя ему. Кому уневестили-то? Своим мыслям. Иоанн 7.4 Ибо никто не делает чего-либо втайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру. Никто не делает чего-либо втайне. Еще тут непонятно. Это город на вершине горы не может укрыться. И свящу ставят на подсвечник, а не под постелью, не под кроватью. Житие Кириака. 29 сентября. Цитата. Мы издали, увидели стоявшего человека и подумали, что то был какой-нибудь пустынник. Мы поспешно пошли к нему, желая поклониться ему. Но когда мы приблизились к тому месту, он точно скрылся от нас. Полагая, что это злой дух, мы впали в немалый страх и поэтому встали на молитву. По совершению молитвы, оглядевшись по сторонам, мы нашли в земле пещеру. И поняли, что это был не злой дух, а какой-то раб Божий, который от нас скрывался. Подошедший к самой пещере, мы молили и заклинали его показаться нам и не лишить нас своих молитв и полезной беседы. И везде заклинали, заклинали. То есть я под клятву его ставлю. И услышали мы из пещеры такой ответ. «Какой пользы вы от меня хотите? Я грешная и простая женщина. Зовут меня Мария. Была я псалтрея». При церкви Христа, вот этот, псалтыри дочитая. «И дьявол многих соблазнял мною. Во мне родился страх, чтобы не стать мне повинной в чьих-либо скверных помыслах и падении. И чтобы не увеличить мне через сто своих грехов, я усердно молилась Богу о том, чтобы Он избавил меня от такого соблазна. И так однажды, умилившись сердцем и проникшись страхом Божиим, я пошла в Силаам, почерпнула там сосуд воды, взяла также с собой корзину, корзинку с моченными бобами, и, поручивши себя божественному заступлению, ушла ночью из святого города в пустыню. Бог же благоволил привезти меня сюда, и вот уже 18 лет я живу здесь. Несмотря на свои преклонные годы, святой Кириак отличался крепостью тела. Был трудолюбив и очень деятелен, никогда не оставаясь праздным. Он или молился, или работал. Был он человеком доступным для всех, прозорливым, учительным и правоверующим. Исполнил он был Духа Святого и благодати Божией. Вопрос 1870. Почему ни один из апостолов, возродившись свыше, получив благодать Божию для служения Богу, не исчезал свое тело? Это вопрос для всех монахов. И как это могло стать-то потом так, что без этого самоистязания спасение уже и не мыслилось? Привлекли к спасению и зверей, и гадов, и насекомых, чтобы себя отдавать им прежде, мук адских, на съедение? Такого же нет нигде во всей Библии. И как Бог на это смотрит? Это люди-то читают, и знают, и спрашивают. Ответ. Можно прочитать любимую монахами, всеми верующими, книгу Псалтырь. Там уже дан им ответ. Псалом 118, 113 стих. Вымысли человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Если бы люди этот стих полюбили, то от такого монашества они бы бежали без оглядки до конца жизни. Там близко бы никто не приблизился. Эти кровавые экзекуции над своим храмом, телом, яснейшим образом свидетельствуют, что монахи эти ничего не знали о благодати, дарованной в крещении Господом Христом, а той чудной победе над грехом. И эти их попытки на болотах, когда комарам голые отдавали себя, приравниваются к попытке вытащить себя из трясины за волосы своей плешивой головы. На каждом болоте нужно было написать плакаты с таким текстом «Вымысли человеческие ненавижу, а закон твой люблю». И тогда монахи бы уже не гнулись на этих топких и гиблых местах. Как нынче вот Роман поет, и романах Роман Матюшин там на болоте сидит, и к нему едут и прочее. По сегодняшний день это все культивируется. Римлянам 7, 24. Бедный я человек. «Кто избавит меня от всего тела смерти?» Павел не знал, кто избавит, а они знали, кто избавит. Комары, вши, змеи. 1 Коринфянам 15, 57. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Вот где победа, в служении Христу по Святой Библии. Этот путь совершенствования русские не сами придумали. Антоний Печерский, Феодосий и другие ходили неоднократно в командировку на Афонт. И другие заграничные монастыри оттуда перенимали, поднабирались опыта. Этот опыт реанимации мертвеца. На этом и стоит ныне все православие. Не согласились с оценкой Божией, что человек сам по себе мертв, и его этими подвигами ни на иоту, ни приблизить к оживлению. «Надо было признать свое поражение и довериться Христу, который дарует жизнь вечную, и новый дух вложит в воскресшую и обновленную жизнь». Ефесянам 2, 5, 8, 9. «И нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены, ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас. Божий дар не одел, чтобы никто не хвалился». Вот нам пример. «Не одел, даром дано». В газетах пишут слова патриарха Алексея II Ридигера. «Наша задача – реставрировать человека». Как он говорил? Кого реставрировать? «Мертвеца». Они привыкли с мощами возиться, над мертвыми издеваться, кромсать их, фаршировать по разным материям, в кресты везде части тела. Нигде никто об этом не говорил в Библии. Попутно скажу. Большего кощунства на земле сегодня нету. Над мертвыми так издеваться. Мертвое, кладбище – это Нива Божия. И ляжешь в прахе, пока Господь явится. Все, никто не имеет права прикасаться к ним. И что получилось? А то, что не зная Бога, они ударились отыскать святость в самоистязании. Как реанимируешь мертвеца? Сын ушел. Это блудные сыновья. И отец говорит, сын мой был мертв. Мертвый? Реанимировать, реставрировать. И вот начинает его марафетить. Вот как подойти к батюшке, воцерковить, воцерковить, окормлять. Каноническая территория – самые негодные слова. Просто страшные слова. Это все подмазать под живого. Надо бы народиться свыше. А для рождения свыше требуется полная капитуляция. Я погиб, погиб окончательно. И спасение Бог дает даром. Вот нас с сектантами смеются, они говорят, я уверовал личного спасителя. Личного. Такого не написано, личного. Святые отцы и все говорят, ты должен уверовать. Он умер за весь мир, а ты скажи, за меня умер. За меня. Усваивай все, что в Писании к себе для покаяния, для спасения. Серафим Саровский. 2 января. Для удобрения земли он ходил в жаркие летние дни на болотистые места за мохом. И так как он входил туда, обнажившись и лишь перепоясав шресла свои, то комары и другие насекомые, кишевшие над болотом, жестоко уязвляли тело его. Так что он часто не только оно опухало, но даже синело и запекалось кровью. Но подвижник Божий добровольно терпел эти мучительные язвы. Господа ради. И даже радовался им, потому что, как говорил он, впоследствии страсти истребляются страданием и скорбью. Или произвольной, или посылаемой промыслом. И потому для совершеннейшего и надежнейшего ощущения души принимал на себя произвольные страдания. 5508 лет от Адама до рождения Христа никто этим не пользовался. 2000 лет. Но написано Евангелие. Где-то это есть, нигде нет. А как смирялись? Постом и молитвой, другого оружия не дано. Пост и молитва. Макарий Александрийский. 19 января. Так голодая, Макарий прожил три года, съедая в день только по небольшому куску хлеба, равно так же и воды выпивая такую же мерую. Масло же для пищи он употреблял один секстарий на целый год. Ну что это за единица? Может быть, бутылка пол-литровая. Однажды, желая в конец побороть сон, он не входил под кровь келии в течение двадцати дней и ночей, а пребывал оху на нее днем под палящим сноем, а ночью дрожа от холода, употребляя при этом все усилия, чтобы не заснуть. И как впоследствии сам он рассказывал для назидания других, от такого подвига высох его головной мозг. Если бы он еще дольше не вошел в келью и не уснул, то сошел бы с ума. Что только не будут делать, но только не то, что Бог велел. Такая сила в человеке огромная, он бы какие расстояния проделывал-то? Каким людям бы он нес побиваемые ими, как апостол Павел? И как будто ни Евангелие никогда не считали, ничего. Ну, апостол апостол Павла-то разве не такое же тело было? Или я был подобный нам человек? Но однако он обличал царей, преподобный при всем прибавлял. Насколько я имел силы, я одолел сон. Но человеческой природы, требующая сна, я не был в силах одолеть, а потому и должен был повиноваться ей. Слава Иисусу Христу! Это каждое утро звонят, и мы переговариваемся, что мы живые. Старшая сестра интересуется. Слава Иисусу Христу! Во веки слава! Все! А в это время там еще не включается пять секунд, и мы бесплатно это делаем. Однажды преподобного Макария стал весьма сильно искушать без любодеяния. Вот любодеяние, то есть захотел женщину, и лекарства-то есть, но они туда не идут. А Бог сказал через апостола Павла, лучше жениться, чем разжигаться. Что непонятно-то? Во-первых, безгрешное, во-вторых, приятное, в-третьих, заставляет заботиться, последствия, дети, выращивать, будешь так же работать. Нет, не пойдем. Я буду один сгорать. Для того, чтобы преодолеть этого врага, Макарий решил в течение шести месяцев многим сидеть в скоболоте, находящемся в далекой пустыне. А сидел бы на кровати-то голой, с женой-то ничего бы этого не было. В нем было множество таких больших комаров, кокосы, которые могли прокусывать даже кожу диких вепрей, кабанов. Комарами этими преподобный был так сильно искусан, что некоторые думали, не в проказе ли он. Ну, какая бы ни была жена злая, ну, неужели бы так трудно-то было-то? Когда же он после шести месяцев вернулся в свою келью, то только его два по голосу узнали ученики, что это их Ава, Макарий, Ава, то есть отец, начальник. Да это люди, как говорят, из них гвозди делать. Ну, где ты найдешь такого, чтобы так сегодня было? Герои. И запечатали их от народа, и они не пошли с Евангелем. Вот за это монашество несет такие беды, что-то таки с ними не делается. Прямой путь. Самые лучшие люди шли в монашество. В монашество шли не от репи земли. Слабохарактерным там делать нечего. Туда шли герои веры, но их направляли ложным путем в обратном направлении. И они этого не знали. Прямой путь был, идите, проповедуйте по всему миру. Не идут. Но святой Макарий вторично судил себя на таковое же истязание от комаров. Случилось что-то после того, как он однажды убил на своей ноге сильно его беспокоившего комара, из которого вытекло много крови. После всего он раскаялся и стал укорять себя как убийцу и мстителя до тех пор, пока не отомстил сам себе отдавшись многим для уязвления от комаров. И преподобный Макарий пребывал в этих келях в темноте во все дни святой четыре десятницы. А одна из его келей была тесна настолько, что у него нельзя было протянуть ноги. А эти ноги прекрасные были бы ноги благовествующих мир. За что тут непонятно? Другой путь совершенно пошли другой путь истязания. Это мазохизм самый настоящий. Тело наше храм. И мы должны беречь его. И когда нас затоуста сослали в кукус, он дорогой писал о Олимпиаде искал лучших врачей, лучшие лекарства, лучшие. И написано, благоразумный человек не будет пренебрегать врача по надобности в нем. Иной раз в их руках бывает успех. Сераха 38 глава. Макарий египетский 19 января. Придя туда, я нашел громадное болото, посреди которого увидал остров. В это время пустынные звери пришли, чтобы напиться воды. среди зверей я увидал двух многих людей, и все тело мое затрепетало, ибо я подумал, что вижу бестелесных духов. Увидав, что я очень испугался, люди эти сказали мне, не бойся, ибо и мы такие же, как и тысячи люди. Тогда я спросил их, откуда вы пришли в эту пустыню? Мы из Кенови, ответили они, посоветовавшись друг с другом, мы решились прийти сюда. И вот уже 30 лет, как мы ушли из обители, один из нас египтянин, другой ливиянин, то есть со зверями, голая, ну вот как человек-невидимка, считаем, у Беляева, у других, и духи бестелесные, ну что-нибудь евангельское здесь есть. Да 30-то лет, да их трое, это 90 лет, за 90 лет-то сколько можно было обратить-то людей-то? Это ни одного не было бы мусульманина-буддиста. Если такие муки-то терпели, надо них там побьют по щеке, ударят, да они даже не заметили бы этого. И сегодня так продолжают, пишут, жития, а пишут-то для чего, чтобы пример мы брали, в болото залезли, осушали болото, как буддистские монахи, голые, он сидит на льду, и лед под ним тает, и он не мерзнет. Иринах Ростовский, 13-го января, стоя в церкви, он ни с кем не разговаривал, во время чтения не садился, а всегда выставил на ногах, как твердый камень, и никогда не выходил из церкви до отпуска. Услышал Иринах, что в Ростове стоит на провеже от взаимодавцев, один христолюбивый человек, и захотел выкупить всего человека с провежа, то есть долг не может отдать, его привязывали, и каждая палка лежит, кто мимо идет, обязан был ударить его, ну хоть убей его, из него бифштек сделали, а если провежа снять, только кто-то узнает, и за него заплатит, отдаст, вот как направешь выставить-то, с этой целью он босой пошел в Ростов, а в то время был лютый мороз, специально, ему давали валенки, у него чуни разные есть, нет, большой мороз, ну ум, есть или нет у человека, который босиком сегодня выйдет, ну на время-то, да блютый-то мороз, даже Иванов этот, Порфирий, даже этот русский антихрист, и то не ходил, отошедший от монастыря верс 7, Иринарх отморозил у ног пальцы и от стужи вернулся в монастырь, все-таки понял, что дальше уже за колен отмерзнет. Три года он проболел ногами, на которых образовались раны и текла кровь, но и в болезни он не оставлял своего правила и по-прежнему трудился для Бога. А что он мог трудиться-то? Ну только молиться. А в это время он носил уже на себе железное, железо, тяжелое, на ногах путы. По зависти дьявольской один из старцев по имени Никифор подошел и сказал строителю, зачем ты принял старца, ведь он игумена не слушает. В ветхих худых ризах ебос ходит и железо на себе многие вносят. Но строитель Варлам своим посохом отстранил этого старца, действовал, что по навету дьявола и принял вновь Иринарха в монастырь с радостью и дал ему отдельную келью. А у него железо было и люди узнавали, что он молится. И цепь была, цепь у него была длиной, допустим, 30 метров. Ну, представьте, якорная цепь. Она огромной кучей лежала и люди приковали новое, ну, и моя там цепь, будешь молиться. И он на них и спал. Это каждый выкоморивал, что хотел. Любят они у нас придумывать, поиздеваться. Вспомните Зосиму из братьев Карамазовых. Любят почудить. Семен Столпник 1 сентября. То есть вторично вот так делать цепи, он их не носил. На нем крестов было там 140. Ну, как сейчас, вот в ноздрюли везде втыкает и на язык везде прилепляет. Так это то же самое. Пребывая в лавре, блаженный Семен, он пошел однажды к колодезю, чтобы почерпнуть воды. мальчишка взяв веревку, отчерпала очень жесткую, сплетенную из пальмовых ветвей. Он обвил ею себя по голому телу, начиная от бедра до шеи, так крепко, что веревка врезалась в тело. То есть мотала, мотала, колодец-то глубокий-то. Прошло десять дней и тело его загнорилось от рана, а в ранах этих кишело множество червей. Братья стали жаловаться Игумену, откуда привел ты к нам человека сего? Невозможно его терпеть, смрад от него исходит. Никто не может стоять рядом с ним. Когда он ходит, черви падают с него, постель его также полна червями, и никто не догадается в чем дело-то. Он самый молодой там был, это уже был истязатель, каких еще не было. Представьте, веревка грязная, за нее брались, она врезалась в тело, гниет черви. Ну, любому нормальному человеку дайте почитать. Но это прославляется. И обычно, когда человек умирает, говорят, на первый день Пасхи умер, такое солнце было, то есть, это угодный Богу человек. Когда он умер, вся природа потемнела, черные птицы налетели, все крещат, поднялся, поднялась пыль, вихрь, как вот пыльные бури где-то, это Богу угодно. Все перевернули, ни у кого такой смерти не было, как у него. Это тоже повернули к Богу. У православных как? Если воцарился левый саврянин, этот человек, согласный своему имени, как зверь, кровожадный лев. Но слово лев, это левий. И вот у русских лев катанский. И он был мужественный, он побеждал юридиков как настоящий лев. То есть двойной стандарт даже к слову. Вот этого делать нельзя. Никак. Это человеческие пристрастия. А мудрость свыше беспристрастна и нелицемерна. Вот у нас на форуме выставлено как бороться с сектантами. С сектами. И вот выставляют сейчас все, что страдали баптисты с 62-го года. Совет в церкви, отделенная их совет узников, родственников. И у нас все это выставляется. Почему? Это очень поучительно. Так это же сектанты. Ну, просчитай их один раз-то. Один-то раз можно просчитать сколько они претерпели бедные. Ну, ознакомься хотя бы. Так это же сектанты. Ну, я уже понял. Сектанты. Ты православный. Ты бы мог это выдержать. Быть таким верным, как они. Ну, возьми пример-то. Они баптисты-то рядом сегодня здесь зарегистрированы в Барнауле на энтузиастов. Удивился игумен, услыхав об этом, но убедившись, что все ему сказанное справедливо, спросил Симеона, скажи мне, чадо, почему от тебя исходит такой смрад? Но Симеон, потупив свои взоры, стоял перед игуменом молча. Игумен разгревался и поверял силы стащить Симеона верхнюю одежду. Тогда увидели, что бывшая на нем влосяница одежда из волоса, вся в крови, а в тело врезалась глубоко до самых костей веревка. Игумены все с ним бывшие пришли в ужас. Даже в монастырях, даже это такие же собственно люди, но не видали. С великим трудом едва могли снять Симеон эту веревку, так как вместе с нею отрывалось изгнившее тело. Симеон же терпеливо, перенося это страдание, говорил, отпустите меня как пса смердящего. Я заслужил эти страдания за грехи мои. Ему там лет 14 было-то. Тебе только 18 лет, сказал ему Игумен. Какие же твои грехи? Отче, отвечал Симеон, пророкам сказано, Псалом 57, вот я в беззаконии зачатой и грехе родила меня мать моя. Услышав такой ответ, Игумен изумился о рассудительности Симеона и удивлялся, что такой простой юноша мог так глубоко проникнуть со страхом Божьим. Он стал однако убеждать его, чтобы он не делал себе таких мучений. Это ему лет 14 было, когда он пришел в монастырь. Нет никакой пользы, говорил он, начинать то, что выше сил. Довольны ли ученика, если он будет таким, как его учитель? Много времени прошло, пока зажили раны Симеона. Но когда Симеон выздоровел, Игумен и братья снова заметили, что он подобно прежнему изнуряет свое тело. Тогда, боясь, как бы другие более немощные не стали подражать ему, не сделали сами виновниками своей смерти, Игумен велел Симеон уйти из монастыря. То есть какое же состояние, когда они все такие, и они ему будут подражать, что они не додумались. Он теперь не обращением людей, а самоистязанием, жутким мазохизмом, который в книгу Гиннеса можно заносить. Оставив монастырь, Симеон долго странствовал по пустыне и по горам, пока наконец не обрел безводный колодец, в коем обитали гады. Спустивший всей колодец, Симеон стал там молиться Богу. Идите по всему миру, он бродит по горам, по пустыне, куда спрятаться, там гады, к гадам пойду. Ну что, это евангельское учение, и церковь эта прославляет тысячелетия. Ну когда-то надо взорвать это все болото-то. Это антиевангельское, это вызов Богу, это противление Духу Святому, это издевательство над Храмом Божьим, это незнание пути Божия. Спустя некоторое время, после всего, Игумен увидел ночью видение, будто множество народа с оружием и свечами в руках окружили монастырь и воскресали. Где Симеон, раб Божий, покажите нам того, кто так благоприятен Богу и ангелам. Если же не покажете нам его, то сожжем вас и весь ваш монастырь. Симеон, выше вас всех и много чудес через него Бог сотворит на земле. Вот кто писал житие, он уже это понимал. И сразу видение, а почему не открыли Евангелие, не посмотрели? Смотрите, Тимофей молодой, идет с апостолом Павлом, никакого издевательства, будет епископом. Вот Тит, остров Крит ему поручается. Посмотрите, Марк, как он идет с апостолом, и потом с одним варнавой, будет евангелистом. Это за пределы, а видение? Да видение сатана дает. Да больше всего это он и дает. И со свечами пришли, он праведный, все, и ни одного слова евангельского нету. Ну почему было не встать на молитву и сказать, братья, что-то с нами это делается не то. Я даже за вас стал бояться, что вы будете подражать. Ну допустим, люди-то верующие ходят и в город, видят пьяниц, блудников, но если он верующий, как он будет подражать ему-то? Ну и видит какой-то там факир, прокалывает себе щеку в Индии, миссионеры ездят, но они же ему не подражают, христианские-то. И это боится, значит он их не учил этих людей-то. Ну проникните во свете Библии-то, в одно вот это житие и поймем, что мы совсем не туда. Смотрим и тянем. Вскоре он встретил пастухов, пасущих стада овец, и опросив их, узнал, что Симеон находится в пустом колодце. Поспешив к всему колодцу, игумен стал звать Симеона, здесь ли ты, раб Божий? Оставьте меня, святые отцы, отвечал Симеон, только на малое время, пока не предам я дух мой, изнемогла душа моя, ибо прогневал я Господа. Это же полное неверие. Господь простил грехи, воззови ко мне, я услышу тебя, воззови, я прощу и не вспомню грехи твои, брошу за хребет мой. Он ничего не знает, он знает только псалтырь. И за ночь, каждую ночь, псалтырь прочитывает. Патриарх пришел и смотрит на него, вот это праведник, это на моей территории, я удостоился, ой-ой-ой, и стал считать поклоны, раз, два, три, триста шея, что-то болит, двести, это пятьсот будет, не могу смотреть. Ну-ка, почитай там, дьякон, сколько он будет, тысячу, пойдем отсюда, что-то голова закружилась. Вот теперь его надо, этого Симеона, ему сделать, таким, чтобы он близкий был, благословлять, и он подходит, раб Божий, патриарх, благослови, он отвечает, я не могу благословлять, я не священник. Вот тут он додумался, его надо в священнике, рукоположить, но рукоположить, значит, руки кладут на голову, но патриарх-то не полезет к нему, туда и не залезешь, лестницы нету, по веревке лазить не умеет, и теперь, несмотря ни на что, главное благословить, и он оттуда так, и теперь высчитывает его молитву, благословляет, и руку полагает его в пресвитера, который ни одного дня над Евангелем не трудился, над душой своей, и теперь патриарх приходит, и ты пресвитер, Симеон, ты пресвитер, а у самих душа щемит, сердце, от Бога ли это, или не от Бога. И однажды, когда заседали, они спорят, раздвоили, да не от Бога это, это сатана искушает человека, что вы думаете, они все такие. И тогда они посылают комиссию, избрали своих депутатов, те пришли, и сказали им, скажите им, это не от Бога слазь, если он будет слазить, тогда скажите, не надо, лезь обратно, а если скажет, да я для Бога, это гордый, тогда стащите его оттуда. А стол-то этот, на котором он стоит, на башне-то это разломать. И пришли, они ему говорят, а ну слазь оттуда, отцы на соборе сказали слазить. Да вы что? Они сказали, это не от Бога. Да я сейчас слезу. И когда стал слазить, они ему говорят, ладно, лезь обратно. Они сказали, будет слазить, не надо. И он залез. Теперь столб вначале наращивать, еще выше, еще выше, и он стоит там, как на минорете. Да один мула на минорете за один день больше пользы принесет. Заметите, когда кричит, ах, кричит, о, вставайте, правоверные, молиться намного лучше, чем спать. Это же намного лучше, это было бы то. Нет. Но иноки насильно извлекли его из колодца и привели в монастырь. Прожив здесь немного времени, блаженный Семен тайно ушел из монастыря и стал опять скитаться в горах и пустыне. Вот эта православная церковь в этом лице по горам и пустыням блуждает, со зверями с гадами под земелья лезут, а народ не видит нигде. Вот туда теперь Татарстан посередке перерезает Россию, а Мухаммад-то пришел на шесть столетий позже. И однако успел захватить в Среднеазиатской республике все проспали, прохлопали, со зверями просидели, озверели, друг друга поедают. Он привел себя на память, как Моисей и Илья постили сорок дней и пожелал испытать и себя таким же постом. В это время пришел в Таланису епископ той страны по имени Вас, обходивший церки по городам и селениям. Услыхав о блаженном Симеоне, епископ пришел к нему. Симеон стал умолять его, чтобы тот запер дверь его кельи на сорок дней, не давая ему никакой пищи. Но епископ не соглашался. Не подобает, говорил он человеку, убивать себя безмерным постом, ибо сие скорее грех, чем добродетель. Да все грех! Какая тут добродетель? Добродетели, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Пробыв три года в своей тесной каменной келье, Симеон взошел на самую вершину горы. И чтобы не сходить отсюда, он взял железную цепь, длиной в двадцать локтей, и одним концом его оковал себе ногу, а другой конец приковал к горе. Ну дальше не говорится, у меня тут многотощая, а дальше было, приходит епископ Милетий, Милетий это учитель Иоанна Златоуста, и стал, и долго смотрел, учитель Златоуста, и он тоже ему ничего не может сказать, видимо и Златоуст ничего бы не сказал. Постоял, смотрел и говорит, а вот приковывать-то не надо было себя, другой-то конец к скале. Человек должен приковать себя желанием своим, добровольно. Да ты что? Ну да, а зачем приковывать? Как будто приковали, люди думают, ты бы ушел, а не можешь. Надо, чтобы этого не видели. Хорошо, и он тут же отковал себя, вот как фильм кукушка, прикованный. Как реки стекали к Симеону различные народы и племена. Он изобрел небывалый способ избавиться от суеты людской. Для того, чтобы приходящие не могли касаться его, умыслил он построить столб и стоять на нем. После высота столба доведена была до 20 локтей, а затем и до 36. претерпевая страдания летом мочим и дождем и палим и злоем, а зимою терпя стужу. И народы приходили туда, да какие же это были народы-то? К народам идти надо, а не народы тебе. Серафим должен был идти туда, оптинские старцы в народ идти. Прошляпили Россию, проспали, царя потеряли, потеряли такую страну. Мирской человек по-другому бы сказал, что вы сделали с этим? Ограды эти сооружены были приходившим народом из сухих камней. Такие огражденные места назывались мандрами. Вот архимандрит-то откуда? И так как в них поселялись желавшие подвязаться под руководством преподобного Симеона, то он называется архимандритом. То есть за каменной стеною вот это вот они выкомурили, вычудивали. А он звание архимандрит. И сегодня какой архимандрит, когда живет в квартире с теплым туалетом архимандрит? Это все только так, смех. Дометий 7 августа. Это я беру сокращенно все. Войдя здесь в один монастырь, он принял святое крещение, а затем облегся в иноческий образ, беспорочно проходя подвиг постнической жизни. Но по наветам завистливого лукавого беса его возненавидели обитавшие в том монастыре иноки. Так что святой Дометий принужден был бежать оттуда в монастырь святых мучеников Сергия Ивакха в городе Феодосиполе. Тут он подражал житию архимандрита Нурвелла, о котором повествуется, что в течение 60 лет он не вкушал ничего вареного, спал чрезвычайно мало, да и то не лежа или сидя, а стоя, наклоняясь на жезл. Архимандрит Нурвелл поставил преподобного Дометия в диакона, но когда святой узнал, что архимандрит хочет принудить его сделать священником, он удалился оттуда. Уединившись на одной пустынной горе, святой Дометий проводил здесь жизнь по Богу, терпя зной, мороз и все изменения погоды. Вот достаточно поставить по Богу, все это от Бога. Как во времена перестройки. Порнографические фильмы, что угодно ставили, но сверху крестик, есть все благословлено. И вот этой мурою, этой падалью кормили людей. И все это что? А кто благословил? Бог благословил, идите по миру. А кто? И это по Богу, жизнь по Богу. Ну почему никто не сравнивает во свете Библии, что мы сейчас делаем? Почему открытым оком не посмотреть? Это против Бога. А против Бога кто идет? Какое ему имя? Потом, войдя в один вертек, он жил уже там, совершая множество чудес именем Христовым. Многих приходящих к нему он исцелял от болезней, приводя от этого поклонства к вере Христовой. Какой вере-то? Ученик не выше своего учителя. И каждому, конечно, он только наказывает, идите в монастырь. Монастырь это маленький участок, это осколок неба. Сохрани нас Бог подражать тем, которые не проповедовали Слово Божие. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь.